всем привет с вами сергей проект по сегодня хочу поговорить о книге которая вышла у британского автора алстера рейнольдса называется на звездный лед вышла в издательстве азбука супер обложки как обычно который дублирует основную обложку белоснежные странички страниц тут не очень много читается она очень легко и в целом книга мне понравилась и сейчас я расскажу поподробнее помните я вам рассказывал про обреченный мир здесь тоже книга самодостаточная тут совершенно отдельные события не связаны с основными циклами у рейнольдса поэтому смело можно читать тем кто не читал еще до этого рейнольдс о чем происходит событие вначале мы узнаем что спутник янус который он был спутником сатурна внезапно уходит в свои орбиты и движется куда-то неизвестном направлении единственный корабль который находился рядом это корабль который занимался хохлатый пингвин назывался и на этом корабле находились шахтеры и прочие рабочие ну естественно капитаны капитанской команды и так далее они занимались тем что добывались комет полезные ископаемые там с определенных планет и так далее но вот так как они оказались единственный рядом с этим спутником они отправляются в погоню вот такая завязка все на земле смотрят с интересом как будут развиваться события что это почему этот спутник ушел ну и вначале мне кажется что самое главное это догнать этот спутники что вот такие основные события будут происходить в этой книге однако рейленс все-таки верен себе у него сюжет очень классно закручивается скачет все больше и больше постепенно мы узнаем что не так то просто все с этим янусом плюс тут очень много потом смещается акцент на знаете на социальную часть на взаимоотношения между командиром и командой на принятие решений там будут очень интересные хитросплетения сюжета в том плане что и меняться власть будет и вообще события романа казалось займут всего лишь несколько дней когда корабль пытается догнать этот спутник но мы потом лучше сильно спорить не буду в основные сюжеты накидаю ветки опять же у рейленса тяжело заспорить потому что у него очень много идей очень много вещей на которые он обращает внимание поэтому читать его книги интересно захватывающе скажу что здесь события происходят на протяжении довольно многих лет то есть опять же тут это благодаря тому что рейлен все таки физику хорошо знает и так далее здесь будут использоваться постулата теория относительности и так далее то есть вы понимаете если корабль движется скоростью близко к скорости света соответственно там течет времени по-своему а время на оставленной земле может пройти 200 или 300 лет там так далее ну в общем не буду туда углубляться читайте думаю вам понравится то есть там много интересных видей о технологиях интересные идеи набросано каком будет будущее там не знаю какие будут скафандры какие будут вообще города строятся каким будут вообще очень интересный взгляд на технологии вот я думаю что любителям фантастики это очень понравится но опять же мне понравилось еще и развитие основного сюжета то есть когда гоняли этот янус что там происходило что вообще этот янус сам по себе куда он летит с какой целью какие контакты происходят с инопланетянами то есть я как-то по-другому все представлял вот мне понравилась та вещь которая там рассказалась плюс финал да немножко скомканно да опять же у рельницы есть такой минус что в конце он очень быстро начинает развивать события и не все линии так сказать раскрыты до конца хочется больше узнать там про таких-то инопланетян или про такую-то технологию но в целом он все равно свел всю историю концу мы узнаем чем заканчивается история естественно там с намеком что хочется знать что будет дальше но и того что рассказал рельность вполне достаточно этот самодостаточный роман смело можно читать рекомендую хороший роман еще раз напомню называется он звездный лед читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока